Счастливые путешествия Мы вновь побываем в любимой и гостеприимной Турции В этом обзоре мы расскажем о городском отеле Зейнел Расположенном рядом с набережной Коньялты В этом районе Анталии мы уже останавливались В отеле Пака Си Зейнел располагается рядом с ним Практически на одной линии Также близко к набережной и с таким же прекрасным видом на море С балкона в фронтальной части отеля На нашем канале вы можете посмотреть обзор еще одного отеля Анталии Расположенного в старом городе Адалияпорт Отель Зейнел находится в 30 минутах езды на машине от аэропорта Анталии Мы решили попробовать добраться до отеля своим ходом Быстро, бюджетно и увлекательно Купили билеты Два билета здесь в автомате По 20 гиль Поедем в город Я там же буду ловить такси Зейнел Отель европейского стиля Соответствует своему статусу Три звезды И располагает хорошими условиями По весьма бюджетной стоимости На первом этаже располагается ресепшн Несколько диванов и столиков И ресторан, где проходят завтраки, обеды и ужины В отеле 5 этажей Он оснащен лестницами и лифтом Коридоры обычные Без примечательной детали Кроме длинной люстры Спускающейся через все этажи Давайте посмотрим, какой номер нам дали при заселении Достаточно просторный и светлый С удобной двуспальной кровати Балконом, выходящим в сторону набережной и моря Мы были очень и очень довольны Субтитры создавал DimaTorzok Плюс этого отеля и этого номера Это балкон с видом на набережную Поэтому при бронировании просите номера с балконом и видом на набережную И желательно в верхние этажи Приятная новость для тех, кто забронирует этот отель в сезон Для вас есть открытый бассейн В зимнее время он не работает В самом отеле спа комплекса нет Но есть расположенный рядом с отелем Его могут посещать постояльцы за дополнительную плату Территория рядом с отелем небольшая Но очень зеленая, красивая и ухоженная Завтраки по системе шведский стол Проходят на первом этаже Достаточно скромный выбор блюд Но мы никогда не оставались голодными Особо хочется отметить возможность сервировать себе стол в любом из трех залов В основном зале на веранде с стеклянными окнами И на веранде при входе в отель Это у нас такой завтрак Завтрак на веранде в Турции Теперь мы вам расскажем где можно погулять в пешей доступности от отеля Куда вы? Какая красивая Мы идем гулять И у нас номер всегда молодой А покажите вас, подождите, подождите Какой ваш балкон? В первую очередь это, конечно же, набережная Кони Алты Которая протянулась на более чем 8 километров А далее набережная соединяется с зелеными зонами парка Ататюрка На широкой пляжной полосе Чередуются частные и общественные пляжи Можно свободно пройти на любой из этих пляжей Кто там? Там йог Красиво ноги так делают, складывают, заряжаются Инфраструктура набережной развита очень хорошо Несмотря на то, что район считается молодым В будни она не так многолюдна Но вот начиная с пятницы и до воскресенья Здесь просто не протолкнуться Дружные и многолюдные турецкие семьи С большими пакетами еды, стульями и наборами для пикника Устремляются сюда И здесь становится очень весело Звучит музыка Устанавливаются передвижные аттракционы Велосипедистов отделили от пешеходной зоны И выделили для них специальную дорогу Большое количество детских площадок с качелями и горками Зоны для активности Скейт-парк и зона тренажёров Теннисные корты и футбольные коробки Если вы проголодались То множество кафе Которые находятся на второй полосе После прогулочной от моря Предложат вам различные вкусности Одним словом Набережная классная И каждый найдёт себе здесь занятие по вкусу Неважно, утром, вечером или днём вы её посетите Как уже говорили Набережная переходит в парк Ататюрка Очень красивые кадры получаются На закате и на рассвете Его по праву можно назвать не только одним из интереснейших Но и самых больших парков в Анталии Размер это то, что отличает парк Ататюрка от других прогулочных парков Ведь на его территории расположились водоёмы Интересные скульптуры Множество дорожек, а также обитают звери Турецкая достопримечательность Растянулась по побережью вдоль отвесной скалы Откуда видно всё побережье И взору открывается очень красивый пейзаж Наше мнение Набережная и парк Ататюрка Оправдывают своё гордое звание Бриллиантовое оживелье города А сейчас мы направимся в сторону большого торгового центра Можно прогуляться пешком около 20 минут А можно вызвать такси Я иду показывать вам фокус Вот и я хотел показывать И меня должно снимать Я иду показывать вам фокус с вызовом такси Волшебная кнопочка Большой такой торговый центр Пока Наташа ходит по магазинам Там много магазинов интересных Я тут вам покажу территорию Вокруг этого торгового центра Тут уже стемнело немного Лампочки горят Будет, я думаю, интересно Если вы с детьми, то советуем вам посетить Самый большой парк развлечений в Анталии Актур Парк Который находится через дорогу от торгового центра Парк включает в себя Примерно 50 различных развлекательных аттракционов Для взрослых и детей А также второе по высоте в Европе Колесо обозрения Сердце Анталии У парка аттракционов У парка аттракционов есть свой сайт Поэтому всегда перед посещением можно зайти на него Чтобы посмотреть актуальные цены и режим работы Еще в шаговую доступность от отеля Зейнал Расположен Океанариум Открытый в 2012 году по размерам считается не только самым большим в Турции Но и входит в пятерку крупнейших в мире Океанариум разделен на 40 тематических зон От Арктики до тропиков и экваториального пояса Присутствуют Индийский океан, Красное море, Атлантический океан, Средиземное и Черное моря Лично для себя мы открыли очень хороший городской отель Зейнал Который позволил нам в полной мере насладиться не только прогулками по набережной Но и посетить много интересных мест Планируем вновь вернуться в него еще не раз, бывая в Анталии До новых встреч, друзья! Спасибо, что вы с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова